Теперь давайте посмотрим, что Ежик Лисичкин скажет, ой, точнее Сарват, или Петру, Ежи и Петруччо, короче, поехали. С ником Разумихин задонатил 500 рублей и написал нам следующее послание. Попиздите про теорию Раскольникова с точки зрения не шанса, и поскольку я потратил последние деньги на обеды в школе, и, похоже, он был с голоду в конце своей речи, скажите пару предложений о своем мнении, касаемо того, кем стал Раскольников в конце романа. Геррием. Я считаю, роман «Преступление и наказание» один из наиболее важных произведений Федора Михайловича, потому что на примере внутренней эволюции Раскольникова... Я бы сказал, даже деградация. ...то, что того, что он вначале романа совершает некое преступление, а потом его настигает моральная рефлексия, и он пересматривает свое отношение к жизни, на этом примере можно взглянуть под этим углом и на биографию самого Достоевского, который, как известно, тоже в молодости был близок к кружку революционеров. Опять, блядь, революционеры, опять, опять революция, опять Достоевский, опять против революционеров, блядь, мог бы хотя бы не делать на это акцент, мы и так понимаем, за что ты любишь Достоевского. Петрошевцев, да, а потом, собственно, свои взгляды пересмотрел уже во время ссылки и после нее. То есть это как бы тоже определенная параллель здесь есть между Раскольниковым и самим Федором Михайловичем. Но здесь Достоевский, как писатель, он во всей красе, потому что его персонажи, его романы, они не просто какие-то плоские, однобокие и не просто... Нет, по-моему, это однобокие шизы как раз, прошу прощения, это какие-то функции, что вот какому-то персонажу романа нужно что-то сделать, он это идет и делает, да, по сюжету романа. Нет, герои Достоевского обладают богатым, противоречивым внутренним миром. То есть они выпуклые, они объемные по своему характеру. И они способны трансформироваться в ходе повествования романа под воздействием каких-то событий романа, под воздействием в том числе диалогов. Никогда, блядь, такого не было, и вдруг, блядь, Достоевский изобрел изменение персонажей. Нихуя себе. Нихуя себе, кто бы мог подумать, блядь, кто бы мог это описать и создать, блядь. Достоевский просто гений нахуй. Просто титан. Ну ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Взял и изобрел изменение персонажей. Вот это гений, блядь. Вот это да. Вот это да. По-моему, персонажи не меняются только, я не знаю, где сейчас. Давайте попробуем вспомнить. Повесть такая. Смерть Артура. Вот произведение. Вот там очень плоско написаны персонажи. Вот как ни странно. Вот там реально очень плоские персонажи. Почти везде персонажи либо меняются, либо они сложные, либо они какие-то такие... Не понимаю. С другими персонажами. Их мнение о мире, их самовосприятие, их восприятие каких-то ключевых моментов в жизни, оно может разительным образом меняться. А вы знали, что Александра Сашадова тоже такое? Ну, например, Маркус как персонаж, Маркус как персонаж, в общем, Достоевского, он из гея станет натуралом постепенно. Он сначала будет хотеть там в жопу пороться, а потом неожиданно осознает свое мужское начало и станет главным героем романа, короче. Захватит всех девушек. Захватит весь гарем главного этого писателя, того этого, да? И все, и все, короче. Вот так персонаж изменится. И с пассивного гея станет активным владельцем гарема. Нам важна русская классическая литература и Достоевский в частности. Потому что там, собственно, эта литература, она изобилует большим количеством таких примеров. В чем состоит теория Раскольникова? Теория Раскольникова это такое очень вульгарное, обыденно понятое нитшанство. Не согласен. Компотик. Почему не согласен? Давайте. Преступление и наказание. Смотрим дату выхода преступления и наказания. Роман опубликован в 1866 году. Давайте теперь посмотрим на книжку Нитша. Нитша человеческая, слишком человеческая. Человеческая, слишком человеческая. Короче, да? Человеческая, слишком человеческая. Это одна из первых книг, в которой Нитша изложил свои идеи о чем-то, что напоминает сверхчеловека. Да, сверхчеловеческая, слишком человеческая книга для свободных умов называется. Свободные умы. Это первые очертания у Нитша, которые описывают сверхчеловека. Книжка «Человеческая, слишком человеческая» впервые была опубликована в 1878 году. Еще раз смотрим. Преступление и наказание 1866 год. Человеческая, слишком человеческая. 1878 год. Соответственно, маловероятно, что Достоевский каким-то образом интерпретировал Нитша. Логично себе представить, что это неправда. Да, вероятность некая есть, что Достоевский таким образом высмеивал или рассматривал точки зрения каких-нибудь эгоистов. Например, Штирнера. Может быть, например, Штирнера. Но у нас тоже нет каких-то особо прочных доказательств. Вот. Потому что Раскольников, он, ссылаясь на опыт великих исторических личностей, таких как Наполеон, он рассуждает, что не все люди равны. Есть люди, твари дрожащие, которые могут только где-то внизу находиться и припитать. А есть право имеющие. Это вот некие великие исторические личности, которые могут там своей волей, своими поступками, они менять могут ход исторического процесса, и им больше дозволен. И Раскольников задается вопросом, кто же он сам, тварь дрожащая или право имеют? Право имеют. Соответственно, ему не хочется отвечать на этот вопрос так, что он тварь дрожащая, и он может быть только неким пассивным представителем вот этих вот событий, происходящих в мире. А он имеет право тоже, он может уподобиться Наполеону, и вот с этой целью он идет грабить старуху-проценщицу. Берет с собой топор, понимая, что по всей видимости ее придется убить. То есть он хочет ее убить, ограбить, а деньги, которые он получит от этого предприятия, он может потратить. И на то, чтобы улучшить свое существование. Фонд РС потратить надо. Потому что он влечет жалкое достаточно существование. И в советских учебниках литературы, когда этот роман рассматривался, там особый акцент делался на рассмотрении мрачного образа Петербурга. То есть вот эта гнетущая атмосфера Петербурга, вот это вот социального расслоения, и даже самой природы, то, что Петербург такой очень пасмурный город, все это давило на Раскольникова. И все это, как бы, образ Петербурга, он стоял за вот этим событием преступления. То есть он как бы подталкивал Раскольникова к его выбору. И в образе Раскольникова, значит, подразумевалась трагедия вообще русской интеллигенции, которые были втиснуты в такие вот чудовищные условия, что вот самодержавие, все плохо, нищета, социальное расслоение, чахотка. И вот Раскольников идет... Ну, кстати, согласен, что в Савке была своя трактовка. Всего буквально там Пушкина, Хьюшкина, Коклюшкина, Достоевского, Хуевского и всех остальных авторов русских великих. Это да, это да, есть такое. Убивать старуху-проценщицу. То есть может быть даже это какой-то элемент классовой борьбы таким образом. Хотя понятно, что действия Раскольникова, они стихийные. Он действует как одиночка. Он, значит, не занимается агитацией среди рабочего класса, вероятского. А он вот только всего лишь хочет экспроприировать у старухи-проценщицы, значит, накопленные ею блага. Она в долг людям давала. Но там есть косвенные указания на то, что у старухи-проценщицы была еврейкой. В итоге Раскольников совершает... Ну а кем же, блядь, еще? Было бы забавно, если бы Достоевский сказал убить еврейку и такой, ну и ладно, и хорошо, евреев надо убивать. Не одобряем если что, но Достоевский мог, мог. Войное убийство, именно тракт. Он тот еще антисемит. Войное, я подчеркиваю это, потому что, помимо старухи-проценщицы и ее родственницы, он, собственно, виновен в гибели еще одной души, потому что ее родственница, родственница старухи-проценщицы, она была беременна. Ну и потом уже, общаясь с Мармеладовой, Раскольников говорит о том, что он не их убил, он себя убил. Да, еще. То есть это некая внутренняя гибель его души, потому что он вот совершил такой смертный грех, такое страшное преступление, как убийство с особой жестокостью. И после совершения этого преступления, жизни, взгляды Раскольникова постепенно меняются, потому что он сам находится под мощнейшим впечатлением от этого поступка. И он вот претерпевает определенные изменения, связанные с тем, что с одной стороны моральная рефлексия, с другой стороны страх быть разоблаченным, доходящий до паранойи откровенной, и диалоги с другими персонажами романа. Все это Раскольникова заставляют пересмотреть свое отношение к этому поступку, и в итоге он сам идет и признается в том, что он совершил... Лох! И получает... Я что это стою? Незатайский? Раскольников лох. Ну, да ладно. Показание, 8 лет каторги, и чувствует себя очень хорошо. То есть у него как бы груз с плеч, камень с души у него, вот, вот, спадает таким образом, потому что... О, мертвой бабульки не спал. Ха-ха-ха-ха! Ладно, прозил. Чистая совесть в конце романа. Он признался во всем, и он как бы... Пиздец, совесть очистил. Очень православно. Тупо встал на коленки, помолился, и все, и молоток уже. Уже молодец, кайф. Точно так же сознался, и все, молодец. Чистая совесть, займок. Прошел через такое искупление. В чем здесь проблема, да, методологическая? Проблема в том, что этот роман рассматривается как опровержение нитшанских идей. То есть якобы этот роман имеет какое-то отношение к идеям Ницше, и вот Федор Михайлович таким образом идеи Ницше разоблачает. Ну, это по времени не может быть такого. Не так, по целому ряду причин. Первое время. Вторая причина, это то, что на момент написания романа «Преступление и наказание» Федор Михайлович Достоевский ни о каком Ницше никогда не слышал. Не мог слышать. И понятия не имел кто это. И более того, на протяжении всей своей жизни Федор Михайлович так этого, по всей видимости, и не узнал. Сам Ницше на момент написания Достоевским романа «Преступление и наказание» тоже с Федором Михайловичем и с его творчеством не знаком. Ницше узнает о существовании Достоевского только позднее, в 1887 году, когда на одном из книжных развалов в Швейцарии он обнаруживает томик Достоевского. Значит, это были, по-моему, записки из подполья в переводе на французский язык. Ницше это читает, ему эта книжка нравится, и он потом знакомится с другими произведениями Ницше, с другими произведениями Достоевского, прошу прощения, такими как «Записки из мертвого дома», «Идиот», «Бьесы», по всей видимости, он тоже читал. Но опять-таки, события романа «Преступление и наказание», написанного еще до момента знакомства Ницше с творчеством Достоевского, текст этого романа и идеи этого романа, они, конечно, синонимичны в ряде аспектов тому, что пишет Ницше в своих работах, и даже с жизненным путем самого Ницше. Это тоже синонимично, потому что в романе «Преступление и наказание» есть такой небольшой отрывок, который называется «Сон Раскольникова». Это тот сон, который Раскольникову снится накануне преступления, которое он совершает. И в этом сне Раскольникову снится, как он маленький в детстве, и как на его глазах погонщик избивает лошадь, избивает старую клячу. Это, как мы поневу, понимаем, тоже здесь некая мифическая, почти полумифическая связь с тем, что происходит с Ницше в конце его жизни, когда тоже Ницше перечитал Достоевского, ебнулся и все. На самом деле он сошел с ума не из-за своей философии, из-за того, что читал Достоевского. Ребята, учтите. По улице он видит, как погонщик избивает лошадь, и на Ницше это тоже имеет совершенно колоссальное впечатление у него от этого. Он касается эту лошадь обнимать, и в итоге он постепенно уже к тому моменту сходит с ума. И вот это событие с лошадью является Ницше таким вот знаковым поворотом, когда он окончательно теряет рассудок. То есть тут тоже параллель такая любопытная. Ну и плюс, вот если мы возьмем князя Мышкина из романа «Идиот», главного героя романа «Идиот», то его жизнь заканчивается тем, что он тоже сходит с ума и пребывает в состоянии поверхностной комы. Вот, в Швейцарии уже. Ну, Ницше большую часть жизни своей прожил в Швейцарии, и в конце жизни Ницше тоже находится в состоянии поверхностной комы. То есть тут тоже параллель определенная. Князь Мышкин – это Ницше. Князь Мышкин – это Ницше. Главное? Она присутствует. И на разных, на страницах разных книг Ницше постоянно присутствуют отсылки к Достоевскому, в книге «Антихристианин» есть ссылка на роман «Идиот». Я про это уже много раз говорил, где Ницше называет в своей заочной полемике с Ринаном, с его книгой «Жизни Иисуса», Ницше говорит о том, что термин «герой» к Иисусу неприменим, и здесь гораздо уместнее другое слово, другой термин, другая характеристика. «Идиот» именно в физиологическом смысле. То есть, якобы, евангельская проповедь Нагорная, проповедь Христа, она содержала в себе тенденцию сокращения влияния и воздействия на внешние физиологические раздражители. То есть, подставить вторую щеку, если кто-то у тебя просит отдать последнюю рубаху, отдай ему и исподние, не судитесь, да не судимы будете, и так далее. То есть, речь идет о отказе от любой конфронтации, о минимизации любых внешних физиологических раздражителей. И Ницше про это пишет, и опять-таки Федор Михайлович об этом пишет в романе «Идиот». И на полях рукописи романа «Идиот» там есть, значит, сделанная рукой Федора Михайловича пометка «Мышкин равно Христос». То есть, сам Достоевский, он прекрасно понимал параллель, определенную между образом Христа и образом князя Мышкина. И Ницше на это место прямо ссылается к книге «Антихристианин», когда он говорит, что тот мир, в который нас погружают Евангелия, он подобен миру одного русского романа, в котором, значит, все смешалось, в том числе и ребячество «Идиот». Да, только это не значит, что Ницше прям вообще пиздец, как хорошо относился к Достоевскому. Мне кажется, Ежи немножко переоценивает отношение Ницше к Достоевскому. Ну да, Ницше считал его неплохим психологом. На самом деле, действительно было такое. Да, Ницше читал его романы, и не то чтобы сильно у него горело от этого. То есть, с другой стороны, его похвала все равно как бы как будто сверху идет. Мол, ну типа хороший психолог, но вот, наверное, вот и я попиздачу, короче, буду там. Ну, нормальный, короче, психолог ваш Достоевский. Лучше пока, к сожалению, нет. Ну вот, что есть, то есть, короче. Оставайтесь с этим. То есть, Ницше все равно сохраняет некую дистанцию от Достоевского. А Ежи, он любит Достоевского прям. То есть, понятно, что речь идет об одноименном романе Федора Михайловича. Ну, по крайней мере, я не знаю, может быть, Ежи по письмам что-то там хочет нам рассказать. Он бы лучше нас на письма посылался. Я бы хотел ссылку увидеть, где Ницше напрямую прям восхваляет Достоевского. Я внимательно прочитал его книги Достоевского, и ссылок на Достоевского там не так уж и много, на самом деле. Особенно вот таких восхваляющих. То есть, я не знаю, штуки три, наверное, четыре в основных книгах найдется Афаринов про Достоевского. Этого мало. Хотя, может, я забыл большую часть. Но это все равно мало. Я не видел прям вот то, чтобы восхищение тотального. Ежи все пытается нас привести к позиции, что типа Ницше лав Достоевского. Хотя, с чего бы? С чего бы Ницше любить Достоевского вот прям вот такой настоящей искренней любовью, да? Достоевский это анти-Ницше. Это поехавший шиз-христианин, который выступает за сострадание, как раз за подставление другой щеки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, большая часть программы Достоевского, как говорил Ницше, ему противна. Достоевского. В книге... Ну, я читал все основные книги Ницше, но я не читал письма, честно говоря. Ну, там в последний Ницше, там стихи, скорее всего, стихи я читал. Может быть, там еще распечатки нотных, блядь, его мелодий. Я не знаю, где они 12 топов собрали. Наверное, письма многие там о составе. Несколько томов на письма, наверное, опустили. Я их не читал. Признаю, не читал. Это бы даже было скучно. Ввел письмах рыться. То есть, это то же самое, если бы кто-то начал рыться в моих письмах. Сумерки идолов, или как философствует Молотом Ницше? Ладно, просто ссылается на другую работу Достоевского, на записки из Мертвого дома, где он говорит о том, что понимание Достоевским, психологической природы преступников, и его собственное понимание, они тоже синонимичны. То есть, с точки зрения Ницше, преступник это сильный человек при неблагоприятных обстоятельствах, и что ему близко мнение Достоевского, который, находясь в сибирской каторге, среди людей, совершенно уже изолированных от общества, и которые, по всей видимости, в нормальное общество никогда не вернутся, учитывая их склад характера и тяжесть их преступлений, все-таки Достоевский находит этих людей как бы самыми сильными, самыми цельными людьми, сделанными как бы из самого ценного дерева, которое только способно давать русской земля. Это дословная цитата из книги Сумерки идолов, или как философствует Молотом Ницше. И Ницше постоянно называет Достоевского великим психологом, выдающимся психологом. Выдающимся, не великим, выдающимся скорее, опять же. Важно здесь выдающимся, великим немножко другое. Хотя он также фиксирует, что Ницше фиксирует, что основная программа Достоевского ему интуитивно противна. Психологом, единственным психологом, у которого ему было бы чему поучиться. Да, было бы чему поучиться, это не значит, что Достоевский лучше его во всем, но, видите, есть чему поучиться, например. Есть чему поучиться, это не значит, что Ницше прям очень высокой оценки, да, прям Достоевского. Ну, например, я тоже считаю, что мне есть чему поучиться много у кого. Ну, например, я мог бы поучиться многому... Многому, например, канала Многотари, там у Ксюши мог бы поучиться китайскому языку, у Джона Доя мог бы поучиться там музыку писать, мог бы поучиться у Маркуса сидеть голым и проверять эту, как там ее... коронавирус с помощью запаха члена, например, мог бы научиться. Мог бы поучиться у Маркуса, например, понимаете? Вот как-то так. Но при этом это не значит, что я, например, ставлю Маркуса выше себя, например, или что-то вроде того. Ну, опять-таки, учитывая высокое самомнение Ницше, которое у него прогрессировало постоянно и достигает, которое своего апогея уже на момент конца 88-го года, когда Ницше Хомо там у него, по-моему, достигает. Это же в книге Эсса Хомо пишет главы с такими названиями, как «Почему я так умен? Почему я так мудр? Почему я пишу такие хорошие книги?» И в конце вообще Ницше объявляет себя богом Дионисом. То есть у него самомнение постоянно растет. И Ницше не так много людей ценит вообще. Не такому большому количеству людей готов петь какие-то дифирамбы и отдавать им дань уважения. Но вот Достоевский входит в его личный пантеон. В смысле, это же Дуэ? Наряду там с Гераклитом, наряду с... отчасти Шопенгавером, хотя от Шопенгавера в тот момент этого философии уже отходит. Он входит в его пантеон вместе с Стендалем, с Спинозой. С Стендапом? Ладно, тише. То есть Ницше Достоевского ценит высоко именно. Ну, выше, чем многих, так скажем. Выше, чем многих. За что? Опять-таки, именно за то, что персонажи Достоевского, они обладают очень богатым и противоречивым внутренним миром. В каждом из них скрыт сложный, интересный психологизм. И если мы возвращаемся... Ну, я так не могу сказать, потому что мне кажется, что я Достоевского разгадал, и я знаю приблизительно, откуда он все это говно берет, которое у него было в романах. Ну, давайте я попробую сейчас развернуть идею данную. Мне просто определенно кажется, что... Сейчас, тише. Что у нас тут вообще происходит? Так. Мне кажется, что Достоевский берет свою антропологию, ну, или свою психологию просто из христианской антропологии и христианской психологии. У человека есть греховная душа. Плохая, греховная, грязная тело, вот это вот все потворствует своим каким-то желанием, все просит нас, да? А с другой стороны, есть душа, ну, в смысле тело, да, греховное тело, есть душа чистая, прекрасная, замечательная. То есть в каждом человеке друг против друга сражаются как хорошие мотивы, так и плохие. На этом и строится основной конфликт в рамках Достоевского. Я не считаю, что это так является на самом деле, потому что христианство называют грехом, ну, буквально почти все, что угодно, да? И, соответственно, я не вижу смысла называть, например, человека, который никого не убил, ничего не своровал, никого не изнасиловал, да, уже плохим человеком, что в нем есть что-то темное, мрачное, ужасное, да? То есть здесь мы можем другую антропологию, другую психологию раскрывать, за место той, которую раскрывал Достоевский. Более того, более того, антропология и психология Достоевского, они исключительно религиозны, и он их не сам изобрел. То есть я бы, как бы я описал произведение Достоевского с точки зрения психологии. Это такая своеобразная христианская карта поведения, да, христианская карта внутреннего мира. Достоевский действительно не один из первых, конечно, начал прописывать внутренний мир человека, но начал его прописывать достаточно основательно. Действительно он начал это делать. Не первый, не последний, ну и, соответственно, ну, может быть, даже и не самый мощный из тех, кто описывал внутренний мир человека, да? Но у него есть определенная предвзятость здесь. Я, честно говоря, не понимаю, по какой причине Ницше относил Достоевского к очень высокому рангу. Ну, по той причине, что это просто христианская антропология. Может быть, это связано с тем, что сам Ницше был плохо знаком с христианством. Не исключено, что Ницше очень плохо знал христианство, хотя и критиковал его иногда даже успешно, и хорошо, и классно, но... Но все-таки, видимо, были большие пробелы, что он не смог увидеть в Достоевском обыкновенного христианина. По крайней мере, в психологии его уж точно. И по какой-то причине Ницше это заставило восхищаться Достоевским, как психологом. А его психология Достоевского, это тоже христианство. Тоже христианство, никаких здесь разнообразий я не вижу, никаких отличий. Гегельзон пишет, что Ницше был тупой. Но, может быть, он не увидел содержание вот этого психологического подлинного. Может быть, сам Ницше являлся прото-христианином, когда речь шла о психологии. Может, он действительно был прото-христианином. Потому что я напоминаю, что у Ницше есть ряд высказываний о страдании человека. О том, что страдать на самом деле неплохо. Это обязательная часть жизни человечества. Страдания надо терпеть. То, что не убивает, делает нас сильнее. И так далее, так далее, так далее. Несмотря на многие заходы с точки зрения воли к власти, а воля к власти антихристианской, у Ницше все равно было множество оценок, которые так или иначе приводили его... Ну вот... Ну вот к христианской, видимо, позиции все же. По ряду вопросов. Ну да ладно. Если мы возвращаемся уже к роману «Преступление и наказание», то мы здесь видим параллель между образом Раскольникова, как главного героя этого романа, и образом бледного преступника из книги «Так говорил Заратустер». Там есть такая глава, называется «О бледном преступнике». Вы тоже можете ее прочитать для общего развития, если вам эта тема интересна. И вот эту параллель первым обнаружил Томас Манн, который сказал, что, ну, в общем, здесь прямой синонимизм между Достоевским и Ницше. Хотя, опять-таки, параллель полумифическая, потому что ни на момент написания, так говорил Заратустер Ницше, не знаком был с творчеством Достоевского, ни Достоевский тоже о Ницше никакого представления не имел. То есть это какая-то вот такая связь через расстояния огромные, несмотря на всю разницу в происхождении, в культуре, в языке. Вот у этих двух очень разных авторов и философов с очень противоречивым и парадоксальным мировоззрением у них постоянно какие-то синонимичные вещи в творчестве. Да, ребят, обязательно пиарьте меня. Я с удовольствием хотел бы, чтобы у нас здесь зрителей побольше было, и контента, и материалов. Вообще всех люблю, ребят. Давайте пиарьте меня. Я буду очень рад, если вы меня перед кем-то попиарите. Это будет хорошо. Готов к новым зрителям, даже бесплатным. Да, даже бесплатным зрителям готов со всеми работать. В результате возникает. Да, и если вот мы, как бы, поздние романы Достоевского посмотрим, то там, на самом деле, очень много Ницшанского. Но в истории самого Раскольникова нету, на самом деле, опровержения каких-то вот Ницшанских идей. Мы знаем, что для Ницши тоже характерна вот эта дихотомия между сверхлюдьми и людьми низшего порядка, между тварями дрожащими и правоимеющими, в терминах Раскольникова. Но, на самом деле, случай Раскольникова, он не опровергает его идеи. А можно, наоборот, это рассмотреть в той плоскости, что случай Раскольникова, его события жизни, его преступления и последующая моральная рефлексия, которая привела его к тому, что... к состоянию крайнего нервного истощения и к тому, что он прошел и признался. Но Ницши не то, чтобы сильно за массовое убийство старушек, так что тут такое, ребят. Тут, на самом деле, такое. Вряд ли можно увидеть в сверхчеловеке Ницше Раскольникова вообще, в принципе. Я не вижу никакой параллели даже, на самом деле. Наоборот, все это как раз и подтверждает верность вот этой дихотомии на людей высшего и людей низшего порядка. Просто Раскольников с самого начала был тварью прожащей. С самого начала был человек... Круто будет, если после того, как шадова, да, почитают зумеры какие-то, они будут ходить и во всем сомневаться, будет забавно. Я бы потроллился. Норма, смешно. Это было бы забавно. Но, с другой стороны, скептицизм, как говорится, не для всех. А я же какую-то хуйню сказал. Я это хотел пропустить сейчас, даже мимо ушей, но поехали. На самом деле, да, Раскольников, оказывается, он по природе был изначально, да, тварью дрожащей. А вот если бы он был реально правоимеющим, он бы ебнул старушку и даже ему бы плохо не стало. ...низшего порядка. И поэтому он, совершив вот этот чудовищный, антиморальный, антиэтический для людей низшего порядка... Для людей низшего порядка! А? А? Чувствуете? Чувствуете, блядь, какая трактовка Достоевского пошла? Мое, блядь, почтение. Достоевский, блядь, христианин. Конечно, он не писал о том, что реально можно быть человеком высшего порядка. Вообще, в принципе, правоимеющим. Все мы твари дрожащие, по большей части. ...вы должны жить сам. Так что, ребят, если кто-то захочет мой тикток вести, я вообще с удовольствием предоставляю вам все материалы. Танцы, шмансы, обниманцы. Все вырезайте и в тикток закидывайте с удовольствием. Образуясь нормами морали рабов и некими христианскими добродетелями. Если там как-то можно что-то монетизировать, можете всю монетизацию себе даже забрать. Просто за пиар. Совершая вот этот поступок, он как бы совершает поступок нехарактерный для своей касты. Да, для своего ментального. Да, именно про это Достоевский, конечно, и писал. Безусловно, блядь. Просто безусловно. Просто, блядь, про вот эту хуйню прямо написал, да. Ментального уровня, к которому он принадлежит. Да, хуй ли нам. И в последствии он сам раздавлен последствиями этого поступка. Да, то есть это не опровержение его теории, а только подтверждение. Ну, конечно же, блядь, конечно же. Для того, что для разных категорий субъектов, для тварей грожащих и для права имеющих, следует предписывать разные системы морали. Ну, конечно же, конечно же, Достоевский про это писал. Безусловно, блядь. И разные этические системы, в том числе. Потому что если тварь грожащая будет поступать как субъект правоимеющий, то в итоге она сама будет, эта тварь грожащая, раздавлена последствиями вот этого поступка. То же самое и наоборот. Правоимеющий субъект, ему будет очень тяжело и некомфортно жить, соизмеряя свои действия с моралью и этической системой, характерной для тварей грожащих. Так что вот это можно увидеть в романе, а не просто, скажем, разговор о какой-то недопустимости людей, разделения людей на разные категории. Потому что сам Раскольников, он ссылался на опыт Наполеона, который, в общем, был повинен в развязывании войн и убийстве большого количества людей, но при этом у самого Наполеона, если верить его воспоминаниям, которые он оставил, находясь на острове Святой Елены, у него никакой моральной рефлексии по этому поводу не было. Даже в... Но хули ему. ...в зачаточном состоянии. И люди уже 20 века, да, уже пережившие там русскую революцию. Ну да, у Марго хайлайтер довольно интересный. Да, у Марго часто такая хуйня. Просто берут, вырезают, как будто бы самые неудачные моменты выступления маргинала, и это смотрится почти всегда убого. Но я понимаю, что с виногоем это как бы нормально, что бы Марго не сказал, каждый его пук будет восприниматься как божественная струя говна в лицо, и они будут такие, ааа, о да. Но проблема заключается в том, что, ну, там просто, блять, местами вообще невозможная дичь бывает у Маргинала. Причем видео с лингвистикой не самое худшее, что было за последнее время. Там местами такая хуйня, такая хуйня, что можно просто офигеть. Гоштанскую войну, большой дырок. Они с недоумением писали о том, что мы думали, живя в конце 19 века, что если ты кого-то убьешь, то ты становишься Раскольниковым. А оказывается, можно застрелить 5000 человек и преспокойно пойти в Большой театр на премьеру. То есть, для разных категорий субъектов все-таки существуют разные системы морали. И одни люди обладают высокой эмпатией и восприимчивы к страданиям других людей. А другие, это Ежесармат. Охуенное прочтение Достоевского. Это как взять и перевернуть все с ног на голову буквально. Просто взял, прочитал и какое-то нешанство туда поместил просто потому что. даже в том случае, если они в своей голове нарисуют себя такую бесчеловечную дихотомию на людей разного порядка. А другие люди, они наоборот, совершенно не восприимчивы. Они эмоционально тупы, глухи, и они могут убить сколько угодно людей и не испытать по этому поводу никаких... Это и есть сверхлюди. Переживаний. Все, до новых встреч. Да, как говорится, до новых встреч, друзья. Там Сокора, там развлекательно-образовательный канал Ежесармата. Поехали. Надеюсь, не будет про Достоевского. Две минуты. Прекласьте католичество Ниццы, если вы, конечно, настоящий Ницшевет. Ну, я не такой продвинутый Ницшевет, как Елена Павлова, поэтому, к сожалению, я про это еще рассказать не могу. Но вот разве что про католичество Ницца. Павлова себя не постулирует как Ницшевет, она просто сделала общие лекции по философии по всей. Если она где-то допустила ошибки, это не значит, что она плохой лектор, это не значит, что она плохой специалист. Скорее всего, есть такая область философии, в которой она заткнет за пояс любого из нас, и поэтому, блядь, не пизди, блядь, Карлан. Чисто за Елену Павлову ответишь, маленький Карл, Карлеоне, блядь. Бесят чуваки без степеней, которые наезжают на кандидатов наук и докторов. Просто хуй сосите, просто деревенщины, блядь, тупые, высокомерные хуесосы, блядь. На Елену Павлову он попер. Там был еще один, кстати, усатый дебил, который пер на Оксану Мороз. Оксана Мороз, хороший специалист, по культурологии. Был один усатый псевдо-христианин, который хуйню про нее говорил. Вот надо быть полным идиотом, чтобы не иметь, в общем-то, кандидатской степени и пиздеть про человека из другой специальности культурологической, в данном случае, что вот она плохой специалист. Да пошли вы нахуй просто, малолетки, блядь, тупые, малолетки и пидоры, блядь, в юбках. Ладно. Я могу сказать, что Ницше, он был воспитан в протестантской среде, но вообще Ницше гораздо больше симпатизировал католикам, нежели протестантам. То есть можно отнести Ницше к философам контр-реформаторской тенденции. Это не у меня чпокнуло, это уезжу. Ницше, он резко выстрелил. Эта пробка анальная вылетела. Поехали. Пал против Лютера, личности и деятельности Мартина Лютера. И вообще Ницше близо же был католицизм. Опять-таки, если мы за основу берем такой источник, как полная авторская версия книги «Утренняя заря». Вот. Поэтому такое, да. Ницше, он больше симпатизировал католикам. И даже вот в его знаменитых законах против христианства, которые по замыслу Ницше венчали бы книгу «Антихристианин», то там, значит, был такой тезис, что нужно поступать суровее с протестантами, нежели с католиками. Почему? И при том с либерально настроенными протестантами поступать суровее, чем с ортодоксально настроенными протестантами. Почему? Опять-таки, я уже на этот вопрос отвечал, но повторюсь, потому что, мне кажется, многие из моей нынешней аудитории этого ответа не слышали. Дело в том, что религиозные ортодоксы, они как бы загоняют, сами загоняют свою религию в некое такое идеологическое гетто, откуда она не находит выхода. А либеральные проповедники, они формируют некий мост между своим миром религиозных представлений и обычным миром, где живут обычные люди. И вот поэтому либеральные проповедники, такие, например, как тот же Дьякон Кураев, если мы берем современное православие, современный православный дискурс, они опаснее, на самом деле. Они распространяют христианство эффективнее, да. Опачнее. То есть, какие-нибудь консерваторы-ортодоксы, типа Германа Стерлигова, они намного... Ну, Стерлигова мало кто поддержит с его позициями. Надо быть очень фриковатым, чтобы поддержать Стерлигова. Там надо быть очень, как бы, фейком-фриком, чтобы за него пойти прям горой. Он очень странный. Причем не просто очень странный, он еще и очень агрессивный, соответственно. Ой, ежи и маргинал. А вот это, в смысле? Лучше, на самом деле, вот для Ницшанского подхода, потому что... Стерлигов, даже более того, он позорит христианство. Он его дискредитирует всеми возможными способами. Что в концепте того же Стерлигова истина это становится... Так это у меня или у него? Я не могу понять. Нет, мне никто не написал. Это более элитарным понятием, потому что там большинство церквей в ереси находятся, и тезис там «Спасайся, малое стадо», и так далее. То есть либеральный проповедник, который пытается мост перекинуть из своего религиозного универсума в мир обыденных представлений, он опаснее для мира, таким образом, с позиции Ницши. Именно этим обусловлены вот эти вот его заповеди. Ну, не густо про христианство. Ну, тут можно понять, почему Ницши так вообще говорил, и, скорее всего, да, говорил. Что с ним да лом pistol? Продолжение следует...